Как выбрать арбуз без нитратов? Очень важно знать! Но совсем без нитратов у вас не получится! Нитраты или азот в удобрениях обеспечивает активный рост растения. И в случае с арбузами он еще дает красный цвет пока еще зеленой ягоди. Этим могут пользоваться некоторые производители. Стремясь выбросить на рынок тяжелую зеленую ягоду и заработать на вашем здоровье! Ваша задача за ваши деньги сохранить это самое здоровье! Поэтому, просмотрев это видео до конца, вы узнаете почему нитраты всегда есть в продуктах питания. И как уменьшить их количество в продуктах питания. Вы узнаете признаки отравления нитратами. И что делать в случае, если они вдруг появились у вас. Ну и как выбрать арбуз без нитратов? Без нитратов продукты не растут! Растения не растут! Нитраты обеспечивают активный белковый обмен, активный рост растений. Но растение должно успевать перерабатывать те нитраты, которые находятся в почве. Это принципиальный момент. Когда нитраты в почву внесли, неважно это синтетические удобрения, либо органические. Если вы положите в почву, почву удобрите не перегнившим навозом, у вас количество нитратов вырастет в разы. Вроде как органические удобрения, а отравиться легко и просто. Но это один момент. Производитель должен угадывать те погодные условия, предсказывать, предугадывать, которые будут в периоде развития растений. Если он положил нитратов не скромно, удобрил хорошо почву, а вдруг появилось похолодание, а вдруг появилась пасмурная погода, дождливая погода, когда скорость обмена веществ в растениях замедленно. А нитраты есть. Вот здесь вероятность отравлений резко повышается. Даже если вы выращиваете на приусадебном участке, вы экономите землю и выращиваете в тени деревьев. Там тоже количество нитратов будет достаточно много. В вечернюю погоду вечером не стоит собирать урожай. Лучше его собрать днем. Когда усвоенные растения нитраты уже превратились в белки. И фактически опасность продукта резко уменьшилась. На черноземах тоже больше нитратов. Ведь продуктов гниения в черноземе значительно больше, чем эта глинистая почва имеет или песок. Поэтому украинские черноземы не лучший вариант для выращивания продуктов, особенно быстро растущих. Бахчевые культуры активно растут, они очень быстро набирают вес. Но здесь вероятность отравлений резко повышается. И какие признаки отравлений? Да, они зависят от дозы. Если количество нитратов в продукте было относительно небольшим. А вы до этого вели здоровый образ жизни. Вы знали, что такое правильное питание. Что такое работа печени, которая обезвреживает эти нитраты. Без проблем вы это не заметите. Ваш организм не заметит. Иммунная система не заметит. И вы получаете от продуктов только пользу. Если производитель продуктов питания был не очень скромный в плане азотных удобрений. Либо погода преподнесла ему неожиданный сюрприз. Количество нитратов увеличивается. И тут вероятность отравления растет. И растет доза зависима. Чем больше доза нитратов была в продукте питания. Тем раньше возникают первые признаки. Но! Всего спустя 5-6 часов от приема этого продукта. Как вы понимаете этот срок достаточен. Для того чтобы продукт питания не только оказался в желудке. Но и перешел в кишечник. Поэтому наряду с тошнотой и рвотой. Появляются достаточно быстро коликообразные боли в животе. Нарушается общее самочувствие. Появится боль в мышцах, суставах. Головная боль. Такие общие признаки отравлений. Которые показывают, что в принципе ваш организм достаточно серьезно пострадал. И те реакции, которыми ваш организм реагирует на эту ситуацию. Их важно правильно использовать. Да, есть общая слабость. Есть нарушение общего самочувствия. И не нужно стремиться активно работать в этих условиях. Да, есть тошнота и рвота. Помогите своему организму избавиться от этой неприятности. Если рвота происходит тяжело, не вопрос. Пару стаканов воды и ресторанным способом надавили на корень языка. Получили рвоту. Но! В целях вашей собственной безопасности. Первые рвотные массы нужно сохранить. В случае, если отравление прошло легко. Вырвали несколько раз. Послабило вас несколько раз. И все закончилось. Все нормально. Вам повезло. Если же все продолжается. В первых рвотных массах находка для врача. Токсиколога. Который может определить. Было это рвление нитратами. Или какими-то тяжелыми металлами. Или это какие-то бактерии. Зашли в ваш организм. Ведь арбуз это не только чемпион по нитратам. Фактически в летний период года. Это еще и чемпион по бактериям. Которые могут находиться на его поверхности. И таким простым способом попасть в ваш организм. Вспышки холеры раньше были обоснованы именно арбузами. Кто же будет мыть ягоду? Ведь сок внутри. Вы-то держитесь руками за шкурку. И есть вероятность переноса бактерий в ваш организм. Легко и просто. Поэтому рвоту и понос не нужно тормозить. Рвоту нужно правильно сопровождать. А для того чтобы очищение кишечника произошло максимально эффективно. Перед тем как появились коликообразные боли. Да токсины в тонком кишечнике. Помогите им уйти через толстый. Поставьте себе очистительную клизму. Освободите место. Для того чтобы вся эта химия быстро пролетела в толстый кишечник. И вышла из вашего организма активно не всасываясь. Появились позывы к опорожнению кишечника. Без проблем. Очистили кишечник поставьте клизму дочистить его. Очень хорошо с подсоленной водичкой. Как рвоту вызывают. Так и очищают кишечник. Соль за счет осмоса тащит на себя воду. Еще в большей степени очищают кишечник. И вытаскивают даже те токсины которые прорвались из тонкого кишечника в кровеносное русло. Вероятность отравления будет меньше. И негативные последствия от него еще меньше. Но как выбрать арбуз без нитратов? Выбирайте девочку. Или как говорят в Украине кабуниху. Это определяется местом напротив кончика. Если там точечка. Это мальчик. Он менее сладкий. И он мог в принципе для того чтобы он покраснел. Чтобы он выглядел более. Имел более хороший товарный вид. Его могли подкормить. Если же арбуз зарел на бахче. Вот эта точечка она будет постепенно увеличиваться в размере. Это индикатор того что все таки арбуз зарел сам. Они ему активно помогали с помощью нитратов. С другой стороны должен быть абсолютно сухой кончик. Спелость арбуза начинается тогда когда высох кончик. А не наоборот. Спелый арбуз внешне как бы. А кончик все еще зеленый. Это нонсенс. В природе в начале арбуз отключается от потока воды и питательных веществ от растения. И после этого идет концентрирование тех полезных веществ. Путем испарения воды с поверхности этой сочной ягоды. Не высохнет арбуз до нуля. Но удалив лишнюю воду он станет более сочным. Более полезным. Более сладким. И более полезным для вашего здоровья. Обязательно арбуз должен быть с ярким рисунком. Это значит что он относительно недавно с бахчи. Обязательно желтое пятно. То есть это место где он лежал на бахче. И оно не было засвечено солнцем. Это говорит о свежести арбуза. Ну при нарезании обязательно черные семечки. Белых не должно быть. Или их должно быть всего несколько штучек. А на срезе должны быть белые прожилочки. Когда подкармливают нитраты им прокрашивается весь арбуз. Не важно это арбуз или красная рыба. Которую подкормив красителями сделали мясо однородно красного цвета. Но при опускании в воду должна появляться просто мутная водичка. Растворяли когда-нибудь сахар в воде. Растворите. Посмотрите каким должна быть вода. Когда опускается в нее срез арбуза. Если начинает появляться красный оттенок. Ну понятно. Арбуз могли просто подкормить нитратами. Если вы все эти особенности учли. Вероятность отравления нитратами будет минимальна. Но абсолютная гарантия. Если вы сами выращиваете арбуз. Или знаете того кто это делает. И пока вы думаете какую оценку ставить на это видео. Отправлять его своим друзьям. Знакомым или родственникам. По соц сетям. Чтобы люди больше знали информации. Как все таки выбрать арбуз без нитратов. Который принесет пользу вашему здоровью. А не вред. Который может остаться на годы и десятилетия. И проявиться спустя годы. После употребления некачественных арбузов. Я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моего канала. Словами. Крепкого вам здоровья. И разумного к нему отношения. И подумаю какие еще видео написать. На эту тему для вас. До новых встреч на моем канале.